Доброе утро! Всех приветствую, всем рада! С вами Наталья. Вот уже среда. Всех православных и неправославных поздравляю с праздником. Сегодня встретение Господне. Сегодня сороковой день после рождения Иисуса Христа. Один из самых, ну, одним из больших праздников, да, который отмечается в православной церкви. И не только в католической, тоже отмечается. В протестантской, а муж католической. Ну, я имею в виду в другой христианской вере. Я всех приветствую. Да, я чуть-чуть выпала на денечек, но сегодня я уже более-менее. Когда лечится усиленно, то сегодня уже я говорю, у меня сегодня уже не болит горло. Ну, что вчера, как я лечилась, я не буду рассказывать, мне интересно. Так, погода. В Москве ветер, несколько дней шел снег. Ну, вчера днем было плюс два, в данный момент минус четыре. Ну, в общем, ничего хорошего. Вчера прыгало давление, вчера я была слегка больна, сегодня я уже в строю. Приступаем к нашим обязанностям. Кто завтракает, приятного аппетита. Кто на работу уходит, удачного дня. Так, значит, что у нас произошло за эти дни? За эти дни у нас Быкова вышла в стрим вчера. Да. И что еще? И, наконец-то, не прошло и трех недель, и она в платной платформе Бусти выпустила статью. Ну, не статью, а видео. Название громкое. Сейчас я немножечко об этом говорю. Задумалась об аборте. А еще она же статью выпустила, да. Что ребенок никому не нужен. Я ее не читала. Я не знаю, какие ненормальные туда подписываются. Но для того, чтобы посмотреть, входной билет был 2000, это круто. Да. У кого-то 10 рублей, а у этой 2000. Да. Чтобы один раз почитать, посмотреть ее бред сумасшедший. Я, несмотря, не читая, не заглядывая туда, по одному названию могу сказать, что она там рассказывала, как ее встречали в женской консультации, как ее уговаривали на аборт уже с Женей, с Лешей тем более. Ну, и потом, наверное, когда уже от Быкова она была беременна, и каждый раз ей предлагали аборт. Вы ребенка будете оставлять? Это дежурная фраза всех гинекологов. Они обязаны об этом спросить. А Быкова думает, что все ее посылают на аборт. Честно говоря, лучше бы ты сделала и не плодила несчастных детей. Вот сейчас появится еще одиннадцатый. Ну, с одной стороны, мамашки лишняя, рабочая сила возраста. Вы обратили внимание, что она как спрут. Вот для нее дети – это материал. Рабочий материал, да. Она же их не отпускает. Потому что она прекрасно знает, что она не справится. Хотя вчера на стриме она плакала, что ей так стыдно перед ее старшими детьми. Вы знаете, мне иногда хочется сказать, что это слезы, знаете, алкаша, который напился, сидит и плачет. Также у нее, она вчера сама сказала, это гормоны. Это не настоящие слезы. Ей детей не жалко. Вот очень часто обзорщики вспоминают, как Быкова жила, когда жила с Епошечкой. Будучи беременна, она ведь так не уставала. И все время говорили, а почему так чисто у нее в сарае? Пардон. Почему у нее так чисто в сарае? А кто там убирается? Значит, смеялись про 15 таджиков. А я могу сказать, кто убирался? Артем. Да. Ульяна убиралась дома, нянчилась с детьми. А Артем работал на хозяйстве. Да, он любил это. И что случилось после того, как Быкова выгнала Епошечку, а вслед за ними ушли дети? Случилась трагедия. Да. Я уверена, что Артем вставал рано утром, чистил этот навоз для того, чтобы барыне потом сделать очень хорошую съемку. Да. Там дети пахали по полной. Я еще думаю, что вот сейчас им исполнится по 18 лет. Они встретятся с Ириной. И мы много интересного узнаем о Быковой. Очень много. Только Быкова будет надеяться, что с течением времени все это как бы спишется на нет. Дальше что? Вот вам пример. Ее родные дети ей так же не нужны. Вот почему она тыркает Женьку. Женька нигде не учится, нигде не работает. Она где устраивается, она больше недели не удерживается, потому что она со сломанной психикой. Конечно, она не может в коллективе. Она привыкла сидеть в детском саду. Я еще предлагаю Женьке. Поступай в ПЕД. Из тебя неплохой воспитатель получится. Умеешь общаться с детьми. На большей ты не способна. И устраивая свою личную жизнь, сидит и в Туровке. Не приведут тебе туда жениха на веревочке, как бука на сучку. Не приведут. Но это мать. Поэтому она будет рожать до того, чтобы потом кто-то за ней ухаживал. И она сделает так, потому что это уже характер. Как она вела веревки своей матери, так она будет вить дальше. Значит, абортов никаких не будет. Все это бла-бла-бла-бла-бла для того, чтобы подписывать. У нее там подписано 83 человека. Ну, получать она там 24 тысячи в месяц. Сбудьте. Но не знаю, насколько ей повезет. И будут ли они дальше или отпишутся. И еще неизвестно, сколько просто активные пользователи, но не подписаны. Дальше что? Вчерашний стрим. Вчерашний стрим. Ходила к психологу. Психолог не помог. А тебе никто не поможет. Вот вчера она рассказывала. А, вчера про сайте, как рассказывали. И она говорит, вот это хейтеры. Я воочию их никогда не видела. А вот это хейтеры. Ты дура. Ты такая же птически больная, как та баба. Я не оправдываю сайте. Он тоже больной на всю голову. Потому что такими идиотками, как ты общаешься. Пардон. Не могу. Чуть-чуть пивнул. Сушит в очень горле. И он, как психолог, не должен так себя было вести. Да, к нему пришла неадекватная. Она не хейтерша. Она просто больная женщина. Она пришла решить свою проблему. И зная сайте, который несет всякую хрень, а проблемы не решает, конечно, она возмутилась. Она заплатила деньги. Она пришла туда с мужем. Может, действительно у нее был нервный срыв. А он, как психолог, не имел права себя так вести. Он должен попросить, был вернуть ей деньги, попросить ее уйти. Так эта дура вчера так радовалась, посмотрела. Ой, это хейтер. Блин, ты ебанулась на теме хейтеров, что ли? Вот, извините за выражение, вот другого нету. Ну, больная. Вот от слова совсем больная. С головой беда, беда, беда. Ну, нет. Она сходила к психологу. Конечно же, онлайн. Она же не ходит воочию. Какой идет с ней, будет вообщем. И я поддерживаю психолога во всем. То, что она идиотка, это сто пудов. То, что она не сделала выводов никаких, это тоже. А просто психолог не знает, что она слаба напередок. Это не с головой надо бороться. А с ее звездой. Хотя это связано с головой. Ну, что? И хочется ей. И будет она дальше на эти же грабли наступать. И что? Она опять привела маму, в пример. Пять причин они нашли, почему она одинаковых мужчин ищет. А потому что к твоему берегу только говно и палки будет прибивать. Ну, не будет на твоем горизонте никогда хорошего, порядочного человека. От слова совсем. Потому что подобное притягивает подобное. Рыбак рыбака видит издалека. Так и ты. Будешь на те же грабли наступать. И она вчера плакала. И ей так стыдно перед детьми. Я уже об этом говорила. И кого в детстве не лупили. Ты знаешь, я бы вот сказала, лучше бы тебя мать лупила. Ты знаешь, по жопе бьет, мозгов больше становится. Знаешь, небольшая тряска в мозгах помогает. Пятая точка. Ты знаешь, даже в церкви не запрещают детей поддать слегка по одному месту. Да. Для послушания. Ты об этом сказала, что да, в пустыне так и воспитывали. А вот кого ты воспитаешь своим. То есть дети у тебя не воспитаны от слова совсем. Они живут тебе во всем дозволенном. Все, что хотят, то и воротят. Я бедная Марина. Мне ее просто жалко. Мне просто жалко людей, которые приходят к тебе работать, потому что у тебя неадекватные дети. Потому что им все дозволено стало. За эти два года. И они вывернут так. Вот первая тройка, они ограничены. Те, да, те забитые. Зашуганы. Там своя проблема. А вот эта семерка, это все дозволенность будет. Вот эта семерка и сделает тебе козью рожу. Да. Поэтому я считаю, что Быкову надо было пороть. Она бы тогда не поскакала в 14 лет в 15 замуж, а занималась бы другими делами. И все бы, может быть, у нее сложилось по-другому. Но у нее сложилось, как сложилось. Теперь психологи не дают ей советы, а предлагают варианты, как разобраться в себе. Быкова в себе не разберется никогда. Потому что вот сейчас она успокоилась, потому что она беременная, и ей вроде бы выгнала мужика и нет. Вот сейчас родит, и через три месяца она придет в охоту, как телка, и начнется опять бешенство матки. Опять она начнет искать того, кто заткнет эту дырку, как она сама говорит. Опять она будет беременна. Это будет без конца. Пока рожалка ее работает. Я надеюсь, что в этот раз после родов у нее все вывалится, и ей все удалят. И она успокоится. Наконец-то. Конечно, прости, моя душа грешного. Такой большой праздник, такие вещи говорить. Но мне хочется, чтобы уже она бы в родах остановилась. Но не надо ей детей больше. От слова совсем. Не надо. Еще одну душу загубит. Загубит. Все, мои дорогие, я на этом прощаюсь. Я была на эмоциях. Вчера это, конечно, опять слезы, сопли. Но это уже после того, как она нахамила. Она же на предыдущем хамила. Ну, волна пришла. Поплакала. Ну, посмотрим. Поживем и видим, чем дальше все кончится. Чем сердце успокоится у этой дурынды. Всем пока-пока. До встречи. Здоровья. Еще раз здоровья. Вирусняк ходит, никуда не уходит. Гриб ходит. В общем, ковид ходит. Спрятаться невозможно. Берегите свое здоровье. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok